Ригас Наму Парвалднекс Это просто настолько ужасная организация Они просто воры Просто украли Но мозг там отсутствует полностью Еще мур-мур-мур началось Сейчас мур-мур-мур Ну скажи привет подписчики, подписывайтесь Твоя добыча никому не отдашь? А подписчикам? Здравствуйте, уважаемые подписчики Гости канала Посмотрите, с какой короной на голове Я сижу для вас Меня зовут Феликс по-прежнему Кто новенький, добро пожаловать Я рассказываю про свою жизнь в Риге Делюсь последними новостями из Латвии Ну вообще рассказываю про жизнь У меня много интересных видео на канале Поэтому, кто еще не подписан Обязательно подписывайтесь Мне очень-очень приятно И у нас здесь очень хорошее сообщество В комментариях Можно подискутировать на разные темы И сегодня я вот тоже такую тему Хочу поднять Она правда больше касается Может быть Рижа Но не только Мне бы хотелось узнать Ваше мнение О ваших домоуправлениях Мой дом в Риге Относится К самому большому Дому управителя в Латвии То есть это Рига с наму Парвал Некс Но те, кто живет в Латвии В Риге, естественно, знают Что это такое Ну в принципе Это просто домоуправления Самое большое У них больше всего домов В обслуживании Вот Но сейчас, конечно, это просто катастрофа Но они всегда были катастрофой Там просто столько скандалов Об отмывании денег И вообще всего-всего Жуткая коррупция Ну, кошмар Но вот Я просто хочу вам рассказать Свои личные истории Поделиться с вами И, возможно, у вас есть тоже свои истории Заранее скажу Что на фейсбуке Даже есть уже такая группа Которая так и называется Анти-РНП РНП Рига с наму Парвал Некс Да, кому интересно Можете туда войти Я когда читаю там обновления У меня просто волосы Затают дыбом Но Обо всем по порядку Две истории вам сегодня расскажу Которые связаны С этим Рига с наму Парвал Мне просто Просто Вот я шуюю Понимаете, я говорю И мне сразу вот Начинает раздражение Просто Я вот Я просто не могу их терпеть даже Заранее скажу Что Сейчас в Риге Ну, в Латвии вообще Облетела такая новость Да, что Приостановлены все Даже европейские проекты Утепления домов У нас Евросоюз Финансировал 50% На реновацию домов Давал, да И сейчас они останавливаются Люди Просто Ну, как-то Дома, да Которые уже даже подписали Эти контракты Они просто останавливают Приостанавливают Их уже, по-моему 30 домов вышло Ну, это только начало Потому что Стройматериалы Во-первых Очень дорого Во-вторых Просто не достать Потому что Кто под санкциями Скажите мне Напишите в комментариях Вообще Кто под санкциями Кому Кому мы сделали Санкции Россия Либо сами себе Мне кажется Что ответ Уже просто очевиден Реально Друзья мои У меня друг Работает В строительной сфере И он говорит Что Ну, так как Сервис Сталь Например Перестала Поставлять Любой Металл В Латвию Вот Металла Сейчас В Латвии Хватит Буквально Чтобы там Достроить Последние Стройки Все Металла Больше нету И Вот Тоже на днях Я сейчас продаю машину И ко мне приезжал Человек Посмотреть Так случилось Что у меня простая машина Но у нее очень большой багажник И он строительный Вот ему Нужен был большой багажник Как раз он искал такую И Он сказал Что он просто Он строительный Он говорит Я вообще не знаю Что нам делать Он говорит У нас просто останавливаются Заказы Люди Когда увидят смету На ремонт Они просто говорят Нет Потому что Потому что Это просто очень дорого Это нереально дорого Так например Реновация Рижской Телебашни Остановлена Туда должно было Быть вложено 60 миллионов евро Это была первая ласточка Как только-только Санкции ввели И сразу же остановили Этот проект Ну понятно Куда пошли эти деньги Можете посмотреть Мое видео Кому мы сейчас Выдаем все наши деньги И на что И Ну вот Сейчас уже добрались Как бы Так скажем Не до государственных объектов А уже частники Очень сильно страдают Нету Нету материалов Очень-очень дорого И Ригаснаму Парвалднекс Наш любимый Конечно же На этом хочет Еще и Набжиться Так вот На примере Нашего дома Мы тоже Стоим на Реновацию И В принципе Мы все согласны Дом Такой у нас Нормальный И Понимаете Нас тормозит Ригаснаму Парвалднекс А в чем причина У меня Сталинка Кто был в Сталинке Знает Что такое Сталинка Это стены У меня Я не шучу 80 сантиметров Почти метр У меня стена В доме На Станке Наверное Русские Не правы Понимаете И натовские Тем более Это невозможно Такая Сталинка Там же кирпичная Кладка В 50 слоев Я не знаю Сколько там И что они хотят Делать Они Хотят Только С утеплением Потому что Евросоюз Дает Вот эти денежки Только Если ты Утепляешь Фасад И мы говорим Куда Еще Нам Утеплять Сталинку И все И мне интересно Становится Потому что На утеплении Там всем Можно хорошо Позаработать Ну ладно Как-то мы уже там Вроде решили Что будем за свои деньги Это все делать Ну посмотрим Как там будет История такая У меня Две истории Постараюсь уложиться Вот последняя Я заранее скажу Конечно же Как бы Я виноват сам По своей Так скажем Глупости И наивности Каждые 4 года У нас в Латвии Надо Менять счетчики воды У меня всегда Такой вопрос Зачем у меня Счетчики воды Вот каждые 4 года Неужели Нельзя придумать Какие счетчики воды Неужели Они вот ломаются Каждые 4 года Понимаете Это первый бред Хорошо И у меня была Такая глупая Привычка Конечно Но это моя вина Еще раз говорю Я просто Всегда записывал Там вот Я не смотрел Счетчики Никогда у себя Я записывал Там там Горячей воды Столько-то кубов И там Холодный Столько-то кубов Сдавал Показания Каждый месяц И тут Значит В январе Мне приходит Уведомление Что у меня Значит Истекает Срок моих счетчиков И мне надо Поменять Ну окей И я смотрю уже Свои счетчики И оказывается Ребят Что у меня Переплата Переплата По горячей воде Была 60 Простите 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 Пожалуйста 15 кубов И Где-то 40 кубов По холодной воде Ну там Вместе Где-то 60 кубов Получалось Это огромная цифра Вот Ну и я пишу В Рига Снаму Парвалдникс Как клиент Как тот Кто постоянно Платит Счет Я плачу на тот же день Когда я его получаю Я никогда не был задолжником Ничем Никогда Не отличился Там Ладно Единственное Что я на них Очень сильно ругался Там наверное У них конечно На меня уже Архив Хейта собран Я их хейтил По полной программе Сколько мог Вот Я им пишу Говорю Что такая ситуация Сложилась Возможно Это Каким-то образом Возможно Что вы мне Пересчет Заделаете Этой воды Потому что Очень большая У меня переплата Я считаю Что я имею Право Так попросить Я в принципе Считаю Что Как Клиент Клиенту Ну Нужно В таких Ситуациях Относиться С пониманием И Пойти Ему Навстречу Правда Правда Сейчас покажем Что ты тут делал И Друзья мои Представьте себе Ну все Мы Укладываемся Спать Спи Моя радость Усени Да Сейчас будет Спи Моя радость Усени Все Мур-мур-мур Началось Мур-мур-мур Ну скажи Привет Подписчики Подписывайтесь Подписывайтесь А я буду Спать Этот ответ Конечно Меня просто Поразил Меня просто Поразил И убил Во-первых Они собрали Комиссию Можете себе Представить Комиссию Собрали там И разбирали Мой случай И в ответе Мне было Значит Согласно Там постановлению Министров Того-то 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 Значит Я как бы Обязан Каждый месяц Правильно Информировать О потреблении Воды Да Я согласен Это моя была вина Я вам об этом сказал И так как они Считают Это Есть такое Латвийское слово Латвийское слово Молдыношен Или Молдыношен Я уже не помню Какой правильно Молдыношен Ну то есть Как бы Как бы Ну вот Такое Знаете Неправильное Сообщение Подлог Может быть Даже по-русски Так можно сказать Но оно имеет Такой негативный характер И они меня Обвинили В том еще Что я Вот и мы лгал И вот Чуть ли там Не специально Это все делал Понимаете Ну я им конечно же Ответил на это письмо Чтобы они Это Знаете Воду Там Засунули себе Во все Их отверстия Куда только можно Так общаться с клиентами Вообще просто Непозволительно Это просто Непозволительно Это просто Настолько Ужасная Организация Мне кажется Я просто Вот я реально Я просто Начинаю нервничать У меня просто Сердцебиение Вот сейчас Такое Мне Если бы я увидел Тут там Не знаю Кого их Просто Это хорошо Что с ними Надо общаться Посредством Электронной связи Потому что Ну вот Напрямую Я бы Все бы им Просто высказал Еще наверное Применил бы Какую нибудь Силу свою Вот Это такой Первый случай И получается Что они у меня Просто украли Они просто воры Просто украли Куда они Эту воду Списали то Скажите Вот 60 кубов Это деньги Это деньги Это примерно Так Ну там Холодно-горячее Там я высчитывал Где-то Ну На 80-90 евро Я попал Да По своей вине Да Я их просто Так скажем Смыл там За свою Вот эту Не то что Невнимательность Олень За то что Я не подавал Да Вовремя Но вот Они то украли Эту воду Они то украли Понимаете И самое Что меня поражает Вот нам приходит Расчет Счет У меня есть видео Обзор счета Моей квартиры Да И у нас всегда Есть разница воды И она такая Какая-то Ну несоразмерная Я думаю У нас у всех Стоят счетчики И все равно У нас есть разница Потребления воды Откуда вы ее Берете Скажите Как так можно Кто кого Обманывает Это вы Обманываете Это вы Обманываете Нас Как мы можем Вас обмануть Если у нас Счетчики У всех стоят Значит у вас Там что-то Не в порядке Но это Это отдельный Случай Просто пишите Конечно Ваши истории Если они у вас Есть Но я думаю Что они у вас Есть Те у кого Дом обслуживается Рига с нам Парвалник Однозначно Есть истории Их ужасного Отношения Ко всем И второй случай Он меня просто Настолько Выбил Морально Вообще Из колеи Вы просто Не представляете Как я На них Орал Я специально Попросил Чтобы этот Разговор Записывался Чтобы они Знали Все что Я о них Думаю И особенно О нашем Домоуправителе То есть У каждого Дома Там района Есть свой Домоуправ Я не знаю Могу ли я Его называть Имя Фамилию Но именно Зову Я не знаю Его зовут Значит Что этот Я не сделал У нас Входная Дверь У нас Можно Только По ключу Войти Обыкновенному Ключу У нас Нету Ни кода Ничего Вот В нашем Подъезде И этот Замочек Он там Знать Периодически Поламывался Поламывался Они его Чинили Чинили Ну и в Последнее Время Он как-то Уже Там Вообще Не чинился Ну а В такие моменты Когда Знаете Выходишь И дверь закрыта И как ты попадешь Домой Как ты попадешь А у нас Три этажа 12 квартир Ну что Стоять и ждать Например Да Хотя у меня Была такая Однажды история Мне пришлось Стоять и ждать Был мороз Минус 16 Этот замочек Он там Как бы Замерз Так скажем Да Ну вот Ну и просто Обыкновенный День Слушайте Я приезжаю Там Знаю С пляжей Или откуда То Вставляю Свой ключ Он не вставляется Ключ Не вставляется В дверь Я думаю Что такое Вообще Смотрю Поменен Замок Но новый Замок Стоит И поменяли Замок То есть Тут уже Не чинился И они Заменили Я думаю Ну окей А как мне Это зайти Ну я там Как-то Выбил Соседи Короче Меня Впустили Ну вот И это Была Пятница Это была пятница Уже конец Дня И я такой Знаешь Звоню Там В Рига С нам Упорол Мне говорят Что за дела Такие А где А где Ключ Вообще А что там У вас Это в понедельник Какой Понедельник Я говорю Что вы мне Прикажете Сейчас Сидеть В квартире Что ли А без Выход На три Дня И ждать Пока Вы там Сообразите Я поднял Там Вообще Всех На уши И этому Я несу Я звонил Тоже И представьте Что этот Вытворил Они Заменили Замок А ключей На всех Не хватило Наверное И они В почтовый ящик Побросали ключи Но не всем Выборочно Побросали И при этом Никого Ни о чем Не уведомили Ну бумажку Напиши Хотя бы На двери Правда Что у вас Заменен замок Ваши новые ключи Находятся у вас В почтовых ящиках Если там Какие-то вопросы Звоните туда Вот это можно сделать Но мозг Там отсутствует Полностью У этого Яниса У этих всех Санит Сандер Кому Которые Вот эти вот Заявления Там Сотовляют Там Рига Снаму Порвал Неки Это просто Полное отсутствие Мозга И полнейший Дебилизм Я даже Не буду Озвучивать Что я Там Ему Говорил Лучше Этого не слышать Меня Ютуб Сразу Забанит Естественно Не только Один Я такой Не получил Ключ Мои соседи Тоже Некоторые Получили Ключи И я Брал У соседей Ключи И делал Себе Дубликат Чтобы Оно Понимаете Как понимаете Это просто Это просто Жесть Воры Плюс В моем 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 Счете Можете Посмотреть Видео Есть На Канале И Ну Нам Если честно Просто Страшно Что они Ее Просто Распилят Моментально Просто Распилят Моментально Только Этого И ждут Если У них Поменять Лампочку В подъезде Стоит 15 евро Я не Шучу 15 евро Поменять Лампочку В подъезде Если Перегорело Что мы Можем Говорить Тогда О Реновации Какого Балкона Либо Там Не знаю Крыши Либо Еще Чего Ну Вот такая Вот Душевная История Сегодня Две Из моей Жизни Что у Меня Было Связано С Регаснам Парвал Никс С Домоуправлением Пишите Конечно же Ваши Истории Я с удовольствием Читаю Всем Отвечаю По возможности Спасибо Всем За подписки И Несмотря На что Я всем Желаю Хорошего Позитивного Дня Мы Желаем Даже Душу Пока Бандит Отдай Отдай Уже Развязал Уже Развязал Что за Бандитизм Такой А Ты Бандит Ты Посмотри На него Ты посмотри Скажи Привет Подписчикам Скажи Привет Подписчикам Подписчики Привет Я занят Я занят Я занят Очень сильно На него Свою Добычу Своё укромное Место А Твоя добыча Никому не отдашь А подписчикам За лайк И подписку Ну давай Дадим Вам тоже Добычу Пускай покушают Да Немного 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 Продолжение следует...